Рабочий будник в саду Это и сад И маточный сад Вот он молодой И питомник сразу Вот это привезли в тайги Вот они как выглядят Вот они Они вот посаженными сискомьями земли Вот прекрасно приживутся за зиму За осень и за раннюю весну И в апреле будут привиты Вот Это Николай Мой старинный друг Вот И Вот его работа Так Делает этот он впервые Половину А ты ничего туда Только чистой земли добавлял Я же сперегнуем Сперегнуем, да? Это нижняя часть Это полгорска А вторая половина горска Это как раз ком земли Ну не, я там все перемешал сразу Все понятно Да, потом руками Все понятно Это полгорска Вот И ком земли Верхняя часть горска Получается вот такой вот Все понятно Так, только, Коля, я же не могу без замечаний Больше земли Больше земли Чтобы не было вот этого Чтобы он Как сказать Нет, ты не понял Выше, выше, выше Смотри Чтобы вот так было То есть Ищи, да Чтобы даже немножко торчало Поэтому Да, это Бери землю Приподнимай Вот так смотри Понял Потому что Это твои первые часы Твоей работы в саду Ты еще неопытный Смотри Сюда добавляешь все Земли Вот, например Вот Это очень важно Чтобы здесь никогда не стояла лужа Из этого Воды талой Это самое страшное Вот, вот, вот Вот, вот Да Только не сильно Чтобы ком не раздавить Чуть-чуть меньше Потому что сейчас наоборот Немножко торчит Но это не так страшно Постарайся Чтобы было заподлицо земли Хорошо Вот здесь у тебя почти нормально Самое главное Чтобы здесь вода не стояла Талая Это самое страшное Даже яблонь достает Все Благодарю за внимание Вот Так Так Так, теперь Таня запретила ее снимать Для вас Татьяна Александровна Железова Уважаемый Садовод Вот Таня, я тебя отсюда Только покажу Помаши рукой Вот и все Дальше нельзя А что ты делаешь? Работаешь Я знаю Что я работаю Ладно Все понятно Вот Как всегда Все женщины В ущерб популярности Не разрешают Себя снимать А что это такое? Вот Я не накрашена Я не это Не причесана Ох уж эти женщины В ущерб популярности Я работаю Так Посмотрели Посмотрели Так Идем дальше Идем дальше Идем дальше Сейчас приедет Чернобаев Но я его на тот Участок свожу Я не могу Я должен выразить Ему благодарен За то Что научил меня Прививать На абрикосы Сливы Но никакие попало А венгерки Оказалось Прекрасно Прививается О чем я Старый волк Даже не подозревал Вот Так Мне спрашивают Один из лучших сортов Памятяков Летний Или осенний А я все доделал Сейчас я только Сделал фотографию И что получилось Сказать На фотографии Стоит дата 13 сентября Осенний сорт Здесь все рано поспело Из-за дикой жары Так что все относительно Но если уже Летних сортов нет То она только Только созрела Ну и начала падать Вот они Вот сейчас Это самая сладость Вот Вот сейчас Это самая Сладость Ой С полной росту ней А вас дразнить не буду Ладно Так Память Яковлева На молодом дереве Выглядит вот так Не смотрите Все листья чернеет В этот момент Открыл огромный абрикос Под названием Шердель Поэтому она болеет Это уже не нормально Когда листья Такой вид имеются Ну а вот тут скажут Как Амико Как Амико Ой 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 Это же ужас какой-то Манилез Ой Ой И начинается Да вы что В сентябрь Опрыскивайте И сдохнет за зиму Если сдохнет То не от Они от грибных болезней А от того Что всадят в тень Но у меня это получилось Откуда я знал Что вот это Дерево вырасти Таким гигантом Вот при этом С ними метров пять Нет Не хватило Ладно Это все Назовем очерки Или как там Осаде Почему я возвращаюсь Сейчас поймете Сейчас поймете Так Переделываешь Да Давай Давай Это очень важно Так Теперь Еще раз Это из леса А вот это у меня Где у меня груши А? Ну и что Найдем Так Смотрим на Яблони Ага Груши Разговор Давайте посмотрим Сюда Вы видите Грушу Которая Не заметила Осени Так Вот И не заметила То что Недели две Лились Плошные дожди А они даже Были почувствовать Скороспелка Мичурина Так Следующая Гигант Подмосковья Вы видите Что на них Вообще Нет следов Ни болезней Ничего Так вот Делим Давайте найдем Теперь грушу С Ранними признаками Несопротивления Сырости Вот Это Здесь Должны быть Ученые Посмотрите на это Дерево Почему оно так Отличается Вот Вот Это Осень Почувствовала Что здесь Память Якулева Мы уже Видели Да Это Почувствовала Осень Значит Что Получается Две Недели Дождей Плюс Похолодание И Теперь Я скажу Что Память Якулева Я На северо-запад Там От Москвы И до Питера И до Карелии Не рекомендую Так Но я зато Рекомендовать могу Вот это чудо Видите Еще раз Там Показал он Память Якулева И даже На них Прекрасные Груши Висят Но На них Листья Уже Не выдержали Ранних Ранних Холодов И сырости А здесь По барабану И так Гигант Подмосковья И Скороспелка И вот Здесь Сейчас Когда В этот фильм Выйдет Никто Из ученых Ухо Не почешет Бесполезно Давайте Еще посмотрим Чему Сейчас Поймете У меня Декабрьская Хотите Декабре Есть грушу Пожалуйста Заметила Она сырость Чуть Чуть Вот Манерезка Якобы Вот Якобы На самом деле Это Уже Как говорится Осенняя проблема Начинает Портиться Листва Видите То есть Это среднее Занимает Положение Между память Якулев Которая Еще Если у меня Лесная Красавица Тоже сырость Так не держит Еп сухие регионы Декабрьская И там пойдет И там пойдет Как видите Сырость выдержала Похолодание Выдержала Идем дальше Кстати Вот так выглядит Это не привитая Это Это Сурицкая Ни времени Ни времени Ни здоровья Ладно Еще Что показать А давайте Посмотрим Вот вроде бы Нет Кончики Уже Начали 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 Это что-то Среднее Между Западом Между сырыми Между сырыми Между сырыми Я не буду Так Теперь Сажусь И подвожу Итог Сажусь Вот сюда Хотите Я вас угощу Клубникой Или земляника До сих пор Я в этом не разбираюсь Это Это Танина Работа Просто Вас угощу Нет Угощу Себя А вы Позавидуйте На улице 13 Сентября Ладно Хотят Однажды Этой штукой Торговать Так Я имею в виду Вон они Вон они Видите Эти Усы Сомневаюсь Что у них брать будут Вот я бы На другое дело Вот Я бы На другое дело Ой Я опять Отвлекся Все Все До чего я сел Итак Я всегда Смотрю Ширее всех Или шире Ширше Почему Вот Вся страна Вся наука Борется С Манилезом Камикозом Паршой И прочим Бороться с ними Бесполезно Мое мировое Открытие Садятся только На мертвую ткань Ни колещи деревья Вас не будет Как у меня Ни манилеза Ни камикоза Ничего Не будет Вот Видите Я сел случайно Рядом С прекрасной яблоней О чем будем говорить Итак Мы Садоводы Любители Обошли науку Примерно Лет на 100 И почему Надо лет 30 Чтобы вырастить Новый сорт Который не будет Бояться Сырости Не будет бояться Выпревания Скажем так Выпревания Да А здесь Я показывал Пару лет назад Сейчас здесь Остатки питомника Он туда переезжает Постепенно Вон туда Вон там Там уже Что творится А это остатки Я вам просто Подвел К нескольким Грушам Которые не были Проданы Пока еще не были Потому что Еще только Ранняя осень И Здесь Когда Выращиваются Сотнями В Сибири На лучших Мереподвоях На самых Морозостойких Самых Выносливых Получаются Деревья Которые Выдерживают В данном случае По разному Разное Выпревание Сырость Вот И для этого Нужно всего лишь Собрать делегацию Договориться Со мной С Сергеем Железом Вот Значит Деньжат Взять с собой Потому что Это все Тяжелый труд Вон видите Вот Человек работает Не бесплатно И Получается Что Выкупить Как Ценейший Материал В данном Случае Учитывая Что позади Такие Проливные Дожди Мы устали От этой Сырости Вот Сейчас Дрова Не хотят Загораться Вот Вроде бы С неба На них Вода Не капала Они все равно Отсыреть Усмогли Хотя С неба Они были Под навесом Все равно Отсырели Не могу Печку Разжечь И вот Получается Так Что Здесь Ходить Можно По рядам И видеть Лесная Красавица Вот Не годится В регион Там Это Продаем Не умудрились Где-то В Питере Что Что А Проверить Работу И сейчас Ну Сейчас Погоди Одну минутку Я заканчиваю Разговор Итак Мы должны Страна Должна Обратить Внимание На Выдающихся Садоводов Любителей Я не на себя Намекаю На сына Еще есть Несколько Таких же Вот Приехали Были Климатические Кризисы Были Использовали То что Выдержало Их Готовое Не надо Опять Прививать Не надо То есть Не так Ладно бы Привали А то Занимаются Опылением Подбирают Сорта С умным видом Работают Теряют десятки Лет Толку Нету Я Железо Примерно 12 лет Назад Был В Москве Проводил Лекцию Вот Я прошел В этот Тимирезовский Сад Все Больно Все 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 яблони Груши Все Полностью Порше А Порше Тоже Гриб И считается Что она Садится на здоровые деревья Делает их больными Чушь Невероятное Невежество Невероятнейшее Кстати Хотите Посмотреть Видите Мои яблони Вон они Смотрите Яблони Они все Давно Мертвы Их Уничтожила Бактериальная Болезнь До сих пор Наука Это Не заметила Потеряли Сотни тысяч Мы Дачники И опять Я отплекся Так Осталось Сначала Фильм Я сделал Замечание Новенькому Первый день Работает Теперь да Они еще Немножко Просядут Не обязательно Холм делать Хотя бы Вровень Вот В общем Пойдет Но Не сильно Высокий холм А то вода Будет стекать Мимо Горжка Ну в принципе Эти уже Можно не переделать Потому что Они все равно Понемножку Просядут Все Будем считать Что вот это Идеально А то Горжков Не будет видно Кто ему Надо То знает Что здесь Горжки Во Во Все Благодарю За внимание Друзья Я тут Много Наговорил Не знаю Получится ли Из этого Самого Да Нет Хотел Показать Вот это Вот было Отбраковано И хотел Показать Но пусть Это будет Другой фильм Вот Благодарю За внимание Вот Приезжайте К Сергею За саженцами Эх Таня Не Это Сегодня Накрашенность Личиком Не Это Она Как раз Персиками Занималась Она Ушла Да Ладно Все Пока Это Будет Совсем Другой Фильм Вот И так Разговор Пройдет Про Персики Пока Скажу Одно Есть Возможность Не только Привитые Персики Купить Но Мои Помощицы Вырастили Два Три Десятка Персиков Непривитых Так Знаете Балосто Вроде Но Когда Я им Скал Что Я помогу Продать По 1000 Рублей Они Сами Зауважали Свою Работу И Теперь Надеются Что Я найду Им Покупателей Причем Не важно Где Они Будут Жить В Москве В Питере Вот Это Персик Хасанский Который Я Делал Знаменитым На весь Мир Потому Что Хотя Его Все Знали Но Никто Фактически Не Знал Мне Все Слышали Но Никто Не Видел И Плодов Не Видел Вся Страна Вот Так Бывает Ну Что Друзья Тогда Получается Что Я Успел Сказать Следующее Значит Першики Привитые Татьяна Александровна Вы Видели Мир Который Отказывается От Интервью Так 8 913 444 3178 Теперь Так Я Договорился С Юлей О Том Что Я Пусть Будет Звучать Мой Телефон Потому Что На Мой Телефон Люди Не Боятся Высылать Переводы Один Саженец Тысяча Рублей Два Саженца Две Тысячи Три Саженца Три Тысячи Пересылка Рублей Пятьсот Если Не так Далеко За Границу Сейчас Не Высылаем Даже Белоруссию Не Высылаем Саженцы Сильно Нежная Вещь Две Три Недели Валялись На Там Получается Только Внутри России От Питера До Находки Последний Вопрос Был Из Находки И Тогда Мой Телефон 8 960 7776 8672 Можете Им Воспользоваться Присылая Деньги И даже Задавая Вопрос Благодарю За Внимание Задавая 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 Задавая